Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем говорить про мышление. С мышлением-то проблемы, собственно говоря. Об этом тема доклада. Мышление вчера, сегодня, завтра. Никита на самом деле эту тему поднял и рассказал один из базовых механизмов, который ввергает нас в информационную псевдодебильность, о которой я вам тоже сейчас расскажу. Но прежде я бы хотел начать с обоснованного сомнения. Нечто, что мы должны про себя очень хорошо понимать. Реальное мышление – это сложный и тяжелый процесс. Для того, чтобы собраться с мыслями и сделать что-нибудь более-менее серьезное, ну даже просто написать статью или полноценный эссе, вам нужно 23 минуты. 23 минуты нужно на то, чтобы луч вашего сознания походил по чертогам вашего разума, пошевелил там извилины и критикальные колонки, и вы достали те интеллектуальные объекты, из которых вы сможете сложить эту свою работу. Формат, на котором я оказался совершенно случайно сегодня, потому что заменяю другого лектора, предполагает 15 минут. Вы услышите много докладов, которые будут длиться 15 минут. И если мое обоснованное сомнение оправдано, вы мало что вынесете из этой встречи. Чтобы проскрыть тему, я сделаю пять вещей. Я вам расскажу об одном парадоксе. Я задам один вопрос, расскажу о результатах одного исследования, сделаю один вывод и дам один совет. Не обязательный, но, надеюсь, не бесполезный. Главный парадокс – это очевидность. Мир, с которым мы имеем дело, чрезвычайно сложен. Нильс Бор как-то сказал, если вы познакомились с квантовой механикой и не пришли в ужас, вы никогда ее не поймете. Реальный мир полон парадоксов. Квантовой запутанности, квантово-волнового дуализма, котов, которые то мертвы, то живы. Такова действительная реальность. Она действительно очень сложна. Но наш мозг устроен таким образом, чтобы все упрощать, чтобы на все повесить ярлыки, чтобы ему все было понятно. Стремление к очевидности и к понятности – это самое опасное, чем мы обладаем. Две, возможно, самые фантастические вещи в этой вселенной – гравитация и мышление. Гравитация определяет сущность всего нашего мироздания. Мышление – это мы сами. И эти две вещи кажутся нам такими очевидными, такими понятными. Хотя еще совсем недавно Аристотель говорил, что мыслит сердце, а то, что у вас в голове – это просто ненужная кашица. Еще совсем недавно люди были уверены, что яблоки падают на землю, потому что они тяжелые, а не потому что на них действует сила всемирного тяготения. Им тоже было все понятно, им было все очевидно. Как сейчас нам очевидно, что мы знаем мышление и гравитацию. Но фокус в том, что мы не знаем, что это такое. Нет ни одного прибора, который позволит вам измерить гравитацию, ухватить ее, или мышление. Все, что вы можете, это получить данные об этих феноменах из расчетных формул. Только по эффекту. Мы не можем захватить сам феномен. Мы имеем только представление о них. И эти представления всегда оказываются по сути своей ложными, потому что фактическая реальность всегда ускользает от нашего мышления. И я докажу вам это очень просто, потому что даже концепт гравитации является продуктом вашего мышления. Более того, я, стоящий здесь, на этой сцене, на самом деле не стою здесь. Я нахожусь в затылочных долях ваших голов, где вы собираете мой образ. От меня просто чуть-чуть отлетают фотоны. Вот и все. Итак, вот оно главное, фундаментальное, парадоксальное противоречие. И сейчас я вам задам вопрос. Один. Так что же такое мышление? Задумайтесь. У меня еще минут 10-12. У нас есть время. На самом деле вы не знаете ответа на этот вопрос. И никто не знает ответа на этот вопрос. Да, в справочниках есть определение. Да, в Википедии есть целая статья по поводу мышления. Да, в учебниках по психологии есть главы, посвященные мышлению. Но все это пустое сотрясание воздуха. Возьмите Википедию. Мышление – это познавательная деятельность человека. Как звучит мощно-то, да? Сразу все понятно. Ирония состоит в том, что вы просто поменяли одно слово на другое. Это классическая тавтология. Мышление – познание. А на Б поменяли и что-то узнали. Ничего не узнали. Мы не знаем, что такое мышление. Нет ни одного теста, который способен измерить мышление. Знаменитый, так популярный АКЮ-тест обладает нулевой прогностической способностью. Человек заполняет его, и вы никогда не скажете, он сейчас делает глупость или что-то умное. Это не работает. Ирония состоит в том, что если вы начнете мучить психологов и добиваться от них, ну что же такое мышление, как это узнать, как проверить, они скажут, что единственный эффективный тест – это тест с зефиркой, который Уолтер Мишелл проводит в Сенсорском университете с детьми. Если ребенок готов отказаться от сладости сейчас, чтобы получить две сладости через 20 минут, он, скорее всего, не будет идиотом. Но самое интересное, что если нам предложить сейчас доллар и сказать, что через неделю можно получить два, мы сильно подумаем. Прибыль 100% за неделю. Никита не даст собрать, это неплохая прибыль. Но мы задумаемся. На самом деле мышление – это то, какие модели реальности способен построить наш мозг. А эффективность нашего мышления – это то, насколько эти модели позволяют нам прийти к результату. Если вы строите модели реальности и все время бьете мимо цели, вы ужасный картограф. И нужно это осознавать. Но мы всегда находим объяснение. У нас всегда есть обстоятельства непреодолимой силы. Мы всегда находим, почему мы были правы, хотя на самом деле мы просто не включили машинку мышления. И сейчас я вам должен рассказать об одном эксперименте. Это исследование. Оно с одной стороны простое, с другой стороны сложное, но попытайтесь понять. Может быть, вы слышали это слово. Я все-таки психиатр. Патоморфоз. Патоморфоз психических расстройств. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что с течением времени шизофрения становится другой. Она меняется. Я помню еще то время, в начале 90-х, с блистательными шизофрениками, которые строили невероятные по сложности структуры бреда. Бред – это конструкция, интеллектуальная конструкция, которая состоит из сложных элементов. Там все взаимосвязано. Там сложная иерархия. Содержание бреда может меняться. И это зависит от времени. Когда-то были популярны фабулы бреда, связанные с инопланетянами. Потом были популярны фабулы бреда, связанные с спецслужбами, когда все вокруг следят. Может быть, вы помните «Игры разума» с Расселом Кроу, которые рассказывает Параджона Нэша, который полностью находится в бредовой конструкции, спецслужб, которые за ним следят. Сложные структуры бреда больше не производятся. Бред нулевых годов – это какая-то окрошка. Соседка не так на меня посмотрела. Что-то товарищ как-то думает обо мне неправильно. Мы потеряли этот невероятный бред. А я, между прочим, помню прекрасно Христа, который мне на полном серьезе на кафедре психиатрии военной медицинской академии рассказывал, что только что встречался с Богом. Это был клинический разбор, который Виктор Силафонович Смирнов, профессор кафедры психиатрии, проводил с этим пациентом. Больше нет этих выдающихся шизофреников. Наш мозг начинает производить примитивный бред, упрощенный. И вот вопрос, который, собственно говоря, и касается этого исследования. А я вам говорю о исследовании, которое было проведено нашей сотрудницей Ольгой Литвиненко. Изучались истории болезни в разные периоды. И были показаны, что структура бреда действительно изменилась. Но вот спросите меня как врача, возможно ли, что шизофрения стала другой? Я вам скажу, нейрофизиологические и биохимические процессы шизофрении не могли измениться. Если у вас стенокардия, атеросклероз сосудов, коронарных сосудов, у вас не начнется поноса. Каждая болезнь имеет те проявления, те механизмы, которые есть. Сама шизофрения не поменялась. Почему же модели, которые строят реальность, мир психического больного стали такими? Потому что они у всех у нас становятся такими. То, чего мы не понимаем и не видим. Потому что особенность нашего мышления состоит в том, что если мы все начинаем идиотничать, никому, ни у кого нет возможности указать нам на это. Мы этого можем не почувствовать и не понять. Больные Альцгеймерам жалуются на то, что у них плохо со зрением, плохо со слухом, плохо с памятью. Но не потому, что они стали идиотами. На это они не жалуются. Этого мы не заметим. Состояние информационной псевдодебильности, в которое мы постепенно вкатываемся, потому что нам действительно все меньше и меньше, чем занять свой мозг, и потому что, и это вторая важная вещь, которую мы должны понять, что мы оказались в центре информационного шторма. Наш мозг постоянно занимается потреблением и потреблением информации. У нас информационное ожирение. Нам кажется, что нам надо знать все больше и больше. И да, мы знаем больше. Мы столько посмотрели сериалов, мы столько прочитали постов ВКонтакте и Фейсбуке, мы столько посмотрели роликов ТЭД, мы вообще, мы просто невероятные. Сотни СМС в день. А теперь подумайте про Демокрита, про Пифагора, про Архимеда, про Сократа, про Платона, про Аристотеля, про Гомера, про Сафокла, про Перикла, про Фидия. Эти люди, которые по сравнению с нами не знали ничего, ни про эволюцию, ни про гены, ни про атмосферное давление, ни про черные дыры и то, что, оказывается, они могут, понимаете, испаряться. Они не знали ничего этого. Но они создавали сложнейшие интеллектуальные объекты. Потому что много знать это не значит строить сложные интеллектуальные объекты, сложные карты реальности, пытающиеся ее ухватить и наметить правильный путь. В свое время Сократ сказал, и мы любим повторять эти слова, думая, что он пошутил, «Я знаю то, что ничего не знаю». И мы забываем вторую часть, но другие не знают даже этого. Это то, что мы должны осознать. И если от меня можно получить какой-то совет, то он будет предельно простой. Не думайте, что вы сможете получить простые ответы. Не думайте, что решение лежит на поверхности. Бойтесь очевидности, как огня. Если вы хотите действительно думать, начните с незнания, начните с вопроса, начните с настоящей озадаченности. И если это будет происходить, то, возможно, мы еще сможем предотвратить наступающую волну реального оглупления человечества. Да, искусственный интеллект становится умнее. Он становится потрясающе умным. Но вот мы и с вами можем потерять тот единственный навык, который превращает нас из обезьян с приставкой «разумными» в просто обезьян. Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать. И закончу я это свое выступление. Очень оптимистичное, правда? Закончу цитатой из моего любимого философа Людвига Витгенштейна, из его последней работы, моей любимой работы о достоверности, где он пишет «Из того, что мне или даже всем кажется, что так и есть, не следует, что так и есть на самом деле. Но задумайтесь, как вы можете сознательно в этом усомниться?» Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ